Анна, мне нужно переговорить с тобой. Нет, что я так родила. Ты дай переговорить с тобой нужно, а лучше не спать. Анна, я хочу предостеречь тебя. Предостеречь? В чем? Я должен предостеречь тебя в том, что понять смотрительности и по мыслью ты можешь отдать свете пологоворить тебе твой слишком оживленный разговор сегодня с грабом Ромским обратил на себя. А вы знаете, растерянность это вообще великое качество, если ее не скрывать, а опубликовать. Вот описать жизнь и не скрывать своей растерянности перед ней. Вот, собственно, великие писатели, я думаю, это и делали. И Анна Каренина тоже не имеет никаких ответов. Ну, не все должны иметь ответы. А вообще жизнь, она такая, что стоишь, и мы стоим, и я стою, и великие люди стояли. И просто Роман Джульетта, что имеет ответ? Ничего не имеет ответа. Ничто великое не имеет ответа. Мы рассказываем истории людей, которых наматывает на паровоз. Они все намотаны. А они все намотаны и сами этого не подозревают. Собственно, об этом все наши истории. О том, что поступая на первый курс Театрального института, мы же не знаем, как сложится наша судьба, а не правда ли. Мне почему-то вначале казалось, что я начну спектакль с того, что вот выйдет Маша Смольникова с огромным чемоданом, на эту сцену испуганно улыбнется в зал и пойдет, и упадет сразу. Вот эта идея дошла до финала. А потом уж как-то будет выкарабкиваться в эту судьбу. Маша Смольникова Маша Смольникова Маша Смольникова Это вообще не инсценировка, это никакая не иллюстрация всего романа. Я не такой дурак, чтобы затеять такую безнадежную историю. Это моя пьеса, моя история. Я использовал просто этот сюжет и эту драму для своих интересов. Там много чего нет, там много чего нет замечательного и менее замечательного. Мне, когда я прочитал роман, совершенно не все понравилось. Но это не зависит от понравилось-не понравилось. Это просто другая история. Я не знаю, как представить себе, если вы полезное ископаемое добываете, вы же не добываете все, что накопаете. Если вы ищете уголь, вы ищете уголь. Это у вас задача такая. Если вы ищете бриллианты, вы ищете бриллианты. Если вам попадается уголь, вы же его не будете брать. Вы алмазная компания. Вот это есть идея какая-то, которая у меня была. И под это дело я зачерпывал и в Толстом, и в шахте огромной Толстого, и в огромной шахте Гроссмана, и в огромной шахте Рубинштейна, и в своей, и в актерах. КОНЕЦ Это вертолетик для моего сына, Сереге, ему 8 лет. Я ему везу из Москвы, потому что в Москве такие не производят. Да, у нее же сын, у нее же сын, Сережа, 8 лет, да? А вы ему 28 лет. А мы тоже хотим назвать Сережей, но это французская. Судьба Анны Карениной, как большая бусина в большом ожерелье. Может быть, главная бусина, но в большом ожерелье, как мы чего-то не замечаем, что-то проскакиваем в связи, например, в связи с любовью. Не знаю, вот это всегда... Мы ему поставили предыдущую работу, собственно, про то, что увлечение театром, оно божественно, но опасно. Многого не замечаешь в связи с этим. Вся работа с Дмитрием Анатольевичем каждый день был каким-то открытием, что ли. Ну, что тут говорить. Это для меня огромная встреча с большим художником. Большим художником, который орудует пластами театра и смыслами. Здоров, Лисия Лёжа! Здоров, здоров! Здоров, здоров! Здоров, здоров! Здоров, здоров! Сначала думал, что ребенок, но когда я понял, что это может быть кукла, я понял, что это может быть спектаклем, Потому что я видел один спектакль Филиппа Жанти, там у него вообще с куклами так работают, что в этом есть что-то мистическое и детское, абсолютно мистическое. Когда эту куклу принесли, мы просто никто не мог оторваться от нее, потому что мы долго работали и Витя Платонов, художник, и Маша Трегубова, художник спектакля. Я там пару мазков сделал в этом лице. Это что-то было совершенно невообразимое просто. Вот я не знаю, если вы ее вблизи потом рассмотрите, это и ребенок, и не ребенок, это и живое, и мертвое, это оживающее. Мертвое намного сильнее даже, я думаю, чем живой человек. Он лежит у меня в гримёрке, когда я вхожу и он лежит. Но это просто ждет, ждет, ждет. Я знаю, как он двигается, как у него глаза и все. Удивительный человек работал с нами, Максим, я, к сожалению, по фамилии не знаю, Максим, он актер театра Образцова. Он занимался этой куклой, чтобы, вы знаете, как с куклой нужно, ну, человек отсюда, а кукла с внешнего. И есть выгодные позиции, есть невыгодные позиции. И вот он искал массу деталей, это же все из деталей состоит, масса деталей этой куклы, чтобы она выглядела живым мальчиком. Вот лучше палец так, так, лучше в три четверти, лучше так, лучше выпрямить спину, лучше с левой ноги. Это детали и просто море. Они еще не закончились даже. Они вот сегодня утром, они еще продолжались. Это оживление этого, ну, как бы мистического существа просто. Субтитры создавал DimaTorzok Маша Трегубова Удивительный художник. Мы с ней же, с ее курсами, с ней начинали то, что мы начинали, наш театр, вот, лабораторию. Она была главным художником нашей лаборатории на протяжении многих лет. Она, ну, удивительный художник, она выросла. Это моя гордость, что она из моей конюшни, как бы. Это лошадь из моей конюшни. Ну, это замечательный художник. Долго ли работали? Мы уже так понимаем. Вообще долго, если вспомнить вот два года назад, как мы начинали, это совершенно не эта идея. Не эта идея была декорационная, как бы. Мы долго искали такую простоту. Я очень рад, что мы к ней пришли. И когда я вот... Я очень волновался, когда декорацию должны были поставить. Это вообще такой шок обычно бывает, когда придумываешь, потом видишь, уже стоит. Но когда я вошел, задача была вот с этим залом, удивительным совершенно, цвета, формы, продлить его туда, чтобы это было одно. Ну, я когда вошел, это суфлёрская будка, которую вы видите. Это настоящая суфлёрская будка. Это со времён Станиславского и Чехова. Это первых спектаклей. Здесь всё поменялось или почти всё. Но суфлёрская будка так. Ну, и как-то вот это всё и поднять нужно было сцену по пандусам, чтобы виден пол был. Сцена ужасно скользкая, просто ужасно. Мы в репетиционном зале, мы играли, что мы там... Когда мы вышли, это просто... Мы так собрались и приспособились. Но до сих пор бывают моменты, когда там на платье наступишь. Это очень тяжело. И много объектов внимания нужно уложить. Но это очень интересно. Помогите мне! Сцена ужасно. 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 что, а где же там я напишу? Он удивительным образом в прошлом спектакле я тоже так подобрал, он куда-то уезжал, он в Испании вообще преподает. Он говорит, я это, вот можно я это перепишу? Я это сочиню. Это будет лучше. И вот это, может быть, будет лучше. И вот здесь я тоже напишу, будет лучше. А вот это я не буду трогать. Это бах. 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 Продолжение следует... 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 Если бы я была безнравственной женщиной, я бы влюбила в себя вашего мужа и вашего, вашего и вашего. Если бы захотела. Всем нам хочется сладкого, всем. И если нет, кроме меня, то хотя бы грязного мороженого. И я ничего не боюсь. Нет, ничего, кроме как потерять его любовь. Вот если он посмотрит на меня холодным, строгим выражением, конечно, это неопределено. И это неосезаемо. Но этого не было раньше. И этот взгляд он много показывает. Он говорит, что началось охлаждение. И так оно и есть. Если он, не любя меня, издолго будет нежен и добр со мной, а того не будет чего я хочу, то это хуже тысячу раз, чем злого. Это ад. К счастью, я не делю. Я и свои забываю, что это я. Мне кажется, все уже общее. Все общее. Это что-то так присваивается актерам, а что-то присваивается мной. Я не помню. Даже грешно в конце работы это делать. Потому что, ну, я горжусь, что это общее, а не я придумал. Это все такая ерунда. Я могу придумать десятки раз больше, чем это. Но важно не это, а важно, когда это объединяется, и все готовы за это идти играть спектакль. Это все рождалось из Диминых придумок, из наших предложений. Вся ткань спектакля, которую вы видите, это, конечно же, со-чинительство, со-авторство, со-бытие, бытие вместе. Потому что, как бы, вот каждый раз, приходя на репетицию, мы не знали, что нас сегодня ждет. Утюг, бадминтон или паровоз, может, нас ждет. А может, нас ждут рельсы, а может, шпалы. В общем, и мы каждый раз, вот, сочиняли эту ткань. Она менялась. Одно уходило, другое приходило. Но, тем не менее, это было, ну, это было, вот мы шили этими мулине. Вот это вот, мы наш узорчик. И Дима говорил, вот, а давай здесь он будет гладить тюгом свою руку. Я говорю, отлично, а давайте он еще будет дымиться. Он говорит, вообще здорово. А давайте он будет убивать ее столом. Дима мне предложил, я говорю, прекрасно. А вот, а потом стол убивает его. Я говорю, я, он говорит, замечательно. Фу, чем так пахнет, а? Какой-то у меня зон каким-то, да? Это проводка. Нет, ну, я. Слова, фу, вы, у меня сейчас просто задам. Честно? Да. Я очень рад, что вы приехали. Я не обедаю в нынче дома, и сейчас мне надо ехать. Ольга Алексея Александрович, ты! Я вас не спрашивал об этом, а так и предлагал. И как я говорил и писал раньше, так повторяю и теперь, что я не обязан этого знать, я игнорирую это. Не все жены так добры, чтобы спешить сообщать с мужьями столь приятные известия. Я игнорирую это до тех пор, пока они не знают об этом и пока мое время не опозорено. А до тех пор я только предупреждаю вас, что наши отношения должны оставаться такими же, как и прежде. И только в том случае, если вы компрометируете себя, я вынужден буду принять меры, чтобы обратить свою честь. Вначале мы, как Дмитрий Анатольевич, договорились, что мы будем делать все, чтобы он был каким-то другим, нежели мы в себе его представляем. Не знаю, насколько мы от этого ушли, насколько нам позволил уйти от этого Толстой и Крымов. Но, тем не менее, мне кажется, что мне это было очень интересно. Мы прошли по какой-то тонкой грани между, чтобы не скатиться в заискивание публики современности, чтобы не сделать его бизнесменом, олигархом, чиновником, депутатом Госдумы, чтобы вот сюда не уйти ни в коем случае, да, как бы лобового такого решения, невкусного и неинтересного, и скучного. И в то же время остаться в этом характере и найти в этом персонаже что-то новое. Мы выстроили некую арку у гордого человека, и, собственно, гордыню у нас никто не отменял. Поэтому, мне кажется, эта арка работает у человека. Что, Алексей Александрович? Ну что, Алексей Александрович? Там же нет дела для человека, который крылья-то в вашем уме. Вы же только себя припомните. Там же все равно, что жизнь невозрушна. И сколько-то на себя. А, я не имею в виду ничего, а? Бэ, да, я не имею в виду ничего, а? А, да, я не знаю, скажу. Останьте еще и ломаться. Вы же его не любите. Да! Я временно даже потерял любовь к своему собственному сыну. И сам себе, но это было связано с моим отвращением к вам. И скоро это пройдет. Да и первый спектакль, который я увидел с Машей Смольниковой, был «Поздняя любовь». Ой, «Поздняя любовь». И, конечно, фантастика. Я после этого понял, о-о-о, мне предстоит работать с этой актрисой, с таким масштабом, с такой органикой. И думаю, так, надо как-то мне подготовиться к этому, в спортзал пойти, не знаю. Ну, шучу. Но, в общем, как бы она, Маша, своим талантом, она как бы соскребала с нас все то, что на нас наросло здесь. На мне. На мне я не буду говорить за всех. На мне. Да, и, может быть, какие-то, так сказать, наросты, коросты она сняла. И это было, конечно, замечательно. Потому что это камертон, когда ты должен не уйти куда-то, в какую-то степь, чтобы ты был вот все время здесь и сейчас. Пальчик. Серьезно. Ой, 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 что это? Сережа. Ой, как худо твое лицо. Какие короткие волосы. Какие большие руки. Как ты изменился с тех пор, как я тебя оставила. Ну, ну, это ты. Это ты. Это твои губы. Твои штыруки и плеч. Я не узнаю эти большие голые, эти пердакки и ноги. Эти обрезанные завитки волос, которые я так часто тебя отсловала. Мама, я не плачу, нет, нет, я не плачу. Я от радости. Я просто давно тебя не видела. Сережа мой, тебе пора одеваться уже, да? Вот я встала на твоем платье, а сейчас... Сейчас я побуду. Я побуду. Я побуду и жить с Сережей, кутик мой. Дело в том, что просмотрела она сына Сережу. И именно поэтому она... Столько бури внутри. Она не успевает разобраться и... Упускает, конечно, сына своего. Ну, это как решение, наверное. Трагедия вообще людей, мне кажется, всего мира. И матери, и дети, они же вырастают потом. У них нехватка любви, контакта, какие-то обиды. И все это кубарем катится. И воины, и потом... Ну, Гроссман после этого. Мне кажется, это же не зря такая отсылка в будущее. Если заглянуть, вроде бы она не виновата, но ее сын на войне погибает. И как это, связь времен, мне кажется, сильно здесь работает. Мать умершего лейтенанта Петербурга. Он принял комиссар госпиталя, батареонный комиссар Шимаковский. Красивый человек с выговором, свидетельствующим о его польском происхождении. Она выслушала его рассказ о консилиуме, предшествовавшем операции. О трудностях операции и о том, что операция прошла хорошо. Хирурги считают, что для этого операции следует применять на тяжелых хранениях, подобных тем, что получил лейтенант Шапошников. Он сказал, что смерть Шапошников наступила от пролеча сердца. И, как показано в заключении патологоанатома военно-врача третьего ранга Болдрева, предвидение устранения этого внезапного экзитуса было вне власти врачей. Затем батареонный комиссар разговаривал о том, что через госпиталь проходят сотни вольных, но редко кого так любил персонал, как лейтенант Шапошников. Сознательный, культурный, застенчивый больной. Всегда ословестился попросить о чем-нибудь утруждать персонал. Шиманский сказал, что мать должна гордиться, воспитав сына, беззаветно и честно отдавшего жизнь на родину. Затем Шиманский спросил, есть ли у нее просьба командования в госпитале. Людмила Николаевна попросила извинить, что она отнимает время у комиссара. И, вынувшись с ссылки листок бумаги, стала читать своих ростов. Людмила Николаевна подошла к могильному холмику и прочла на фанерной дощечке имя своего сына и его воинское звание. Публика такая стандартная. Однажды меня спросили где-то в Германии. Мне очень понравился вопрос, для кого вы ставите, для себя, для публики или для Господа Бога? И я им ответил, что это, конечно, мой разговор с Богом, но в присутствии публики. Вопрос первый. Где они все? Куда делись? Что с ними стало? Кто помнит? Кто сможет рассказать? Кто? Где? Второй вопрос. Не помните случайно, какие семьи бывают похожи друг на друга? Третий вопрос. На что бывают похожи все счастливые семьи? Четвертый вопрос. Какая семья несчастлива как-нибудь по-своему? Пятый вопрос. Как именно несчастлива каждая несчастливая семья? Вопрос шестой. Кто сможет рассказать об этом? Кто-нибудь помнит? Помнит кто-нибудь? Далее. В чьем доме все смешалось? Далее. Что смешалось в доме Аплоновских? Далее. И что там было на катке? На балке? В поезде туда и в поезде обратно. Что там было? Продолжение следует.